Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Подтвердились слухи об измене Сергея Захарьяша Лиличи Трару с Машей Филипповой. Теперь Сергей раскаивается в случившемся. В интервью с журналистом он сказал, что ему не следовало поддаваться животным инстинктам, но добавил при этом, что в случившемся Лилия виновата не меньше, чем он сам. Алексей Купин выставил Машу кахно и извив дома в женскую спальню. Он хочет, чтобы Маша не заходила в их комнату с Майей Донцовой и чтобы девушки вообще не общались. Дима Талыбов, которого Маша недавно приглашала на дружеское свидание, не хочет с ней общаться, потому что она все время хабалит и врет. Маша, мне кажется, у тебя нет два высших образования, пишет он, а, наверное, ты училась в ПТУ. Удачи, Маша. Недавно Алиса Литинская и Виталий Малышев помирились. Алиса утверждает, что беременна, хотя их отношениям нет еще и месяца. И якобы беременность не мешает Литинской вести разгульный образ жизни. На недавней вечеринке она так сильно напилась, что буквально не могла стоять на ногах. Марина Африкантова советует всем брать с нее пример. Не бойтесь ничего менять, пишет она, идите навстречу новым приключениям и новым возможностям, и вы добьетесь больших высот. Мэри Кулешова устала жить без отношений. Уже два месяца я на проекте одна, но руки я не опускаю и двигаюсь только вперед. Оказывается, история со свадьбой от Глеба Жемчугова и его подруги Лены была придумана только лишь для того, чтобы он вернулся на Дом-2. Свадьба была сорвана, Глеб проспорил, и девушка поставила условие – Жемчугов должен любыми способами вернуться на проект. Настя Алисова рассказала о своем замужестве. Она опубликовала фото с обручальными кольцами. Лиза Полыгалова попробовала свои силы на кастинге на Фабрику звезд. Девушка не прошла, но на кастинге не обошлось без скандала. Пользуясь славой бывшей звезды Дома-2, она хотела пройти на прослушивание без очереди, но не всем потенциальным конкуренткам это понравилось. Теперь у Полыгаловой впереди еще один кастинг на шоу «Песни» с Максимом Фадеевым. Саша Гозиас вступилась за своего жениха Костю Иванова, которого подруга бывшей жены Кости обвинила в том, что он недостаточно времени уделяет своему сыну. Костя отличный отец, он платит алименты и не как государство насчитало, а больше. Он постоянно заваливает ребенка игрушками. «И по поводу меня, курицы, успокойтесь, мы женимся, я его невеста. Пока вы тут пишете, меня мой мужчина балует бриллиантами, поездками и собой». Очень сумбурно Лиза Шароха рассказала о рождении своего первенца. Ее сына зовут теперь Матвей Игоревич. «Как только ребеночек начал кричать, я расплакалась», – пишет девушка. «Сына сразу положили на грудь к его папе, а потом привезли меня. Я тяжело отходила от Кесарева, только недавно пришла в себя». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.